Сура Юсуф 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 а другой будет распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о котором вы спрашивали, уже предрешено. Он попросил того, который, по его предположению, должен был спастись, «Напомни обо мне твоему господину». Но сатана побудил его позабыть напомнить это его господину, или сатана побудил Юсуфа забыть помянуть своего господа, и он пробыл в темнице несколько лет. Царь сказал, «Я видел, как семь тощих коров пожирают семерых тучных, а также семь зеленых колосьев и семь высохших. О, знатные люди, разъясните мое видение, если вы умеете толковать сны». Они сказали, «Это бессвязные сны, мы не умеем толковать такие сновидения». Но тот из двух людей, который спасся, вдруг вспомнил его спустя много времени и сказал, «Я расскажу вам его толкование, только пошлите меня». Он сказал, «О, Юсуф, о правдивый муж, поведай нам о семи тучных коровах, которых пожирают семь тощих, а также о семи зеленых колосьях и семи высохших, чтобы я вернулся к людям. Быть может, они уразумеют?» Он сказал, «Семь лет подряд вы будете усердно сеять. То, что вы пожнете, оставляйте в колосьях, за исключением небольшого количества, которые вы будете есть. Затем наступят семь тяжелых лет, которые поедят то, что вы приготовите для них, кроме небольшого количества, которое вы сбережете. Вслед за ними наступит год, когда люди получат обильные дожди и будут выжимать плоды». Царь сказал, «Приведите его ко мне». Когда к нему пришел посланец, он сказал, «Возвращайся к своему господину и спроси его, что стало с женщинами, которые порезали себе руки. Воистину, моему господу известно об их кознях». Он сказал, «Что вы скажете о том, как вы пытались соблазнить Юсуфа?» Они ответили, «Упаси Аллах, мы не знаем о нем ничего плохого». Жена знатного мужа сказала, «Теперь истина прояснилась. Это я пыталась соблазнить его, а он один из тех, кто говорит правду. Я признаюсь в этом для того, чтобы он, мой муж, знал, что я не изменила ему в его отсутствии и что Аллах не помогает козням изменников». Я не оправдываю себя, ведь душа человека повелевает зло, если только мой Господь не проявит к ней милосердие. Воистину, мой Господь прощающий, милосердный. Царь сказал, «Приведите его ко мне, я сделаю его своим приближенным». Побеседовав с ним, он сказал, «Сегодня при нас ты обрел положение и доверие». Он сказал, «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я знающий хранитель». Так мы наделили Юсуфа властью на земле. Он мог поселиться там, где желал. Мы одаряем своей милостью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения творящих добро. Воистину, вознаграждение в последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязнены. Братья Юсуфа прибыли в Египет и явились к нему. Он узнал их, а они его не узнали. Снабдив их провизией, он сказал, «Привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру, и что я самый гостеприимный из хозяев? Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать вам, и тогда даже не приближайтесь ко мне». Они сказали, «Мы постараемся уговорить его отца, мы непременно сделаем это». Он велел своим слугам, положите их деньги во вьюки, чтобы они узнали о них, когда возвратятся к своим семьям. Быть может, они вернутся. Вернувшись к отцу, они сказали, «Отец наш, нам не будут больше отмеривать зерно. Отпусти с нами нашего брата, и мы получим свою меру. Воистину, мы будем оберегать его». Он сказал, «Неужели я доверю его вам так, как доверил прежде его брата? Аллах охраняет лучше. Он милосерднейший из милосердных». Когда они развязали свои вьюки, то обнаружили, что их деньги были возвращены им. Они сказали, «Отец наш, что еще можно пожелать? Нам вернули наши деньги. Мы обеспечим пропитанием нашей семьи, сбережем нашего брата и получим вдобавок верблюжий вьюг. Эта мера не будет обременительной». Он сказал, «Я не отпущу его с вами, пока вы не поклянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, если только вы не попадете в окружение». Когда же они поклялись ему, он сказал, «Аллах является попечителем и хранителем того, что мы сказали». Он сказал, «Сыновья мои, не входите через одни ворота, а войдите через разные ворота. Я ничем не смогу помочь вам вопреки воле Аллаха. Решение принимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и пусть только на Него уповают уповающие». Они вошли так, как им велел Отец. Он ничем не мог помочь им вопреки воле Аллаха, но таким было желание души Якуба, которое он удовлетворил. Воистину, он обладал знанием, поскольку мы научили его. Но большая часть людей не знает этого. Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе своего брата и сказал, «Воистину, я твой брат. Пусть не печалит тебя то, что они совершили». Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок своего брата, а затем глашатой закричал, «О, караванщики, вы воры!» Повернувшись к ним лицом, они сказали, «Что вы потеряли?» Они сказали, «Мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, получит верблюжий вьюг. Я отвечаю за это». Они сказали, «Клянемся Аллахом! Вы знаете, что мы не прибыли для того, чтобы распространять нечестие. Мы не являемся ворами». Они сказали, «Каким же будет возмездие ему, если вы лжете?» Они сказали, «Тот, в чем вьюг и она будет найдена, будет задержан в наказании. Так мы воздаем беззаконникам». Он начал с их мешков до того, как обыскал мешок своего брата, а затем вытащил чашу из мешка своего брата. Мы научили Юсуфа этой хитрости, ибо по законам царя он не мог задержать своего брата, если бы того не захотел Аллах. Мы возносим по степеням тех, кого пожелаем, и выше любого обладающего знанием есть более знающие. Они сказали, «Если он украл, то ведь еще раньше воровал его брат». Юсуф утаил это в своей душе и не открылся им, а только подумал, «Ваше положение еще более отвратительно, и Аллаху лучше знать о том, что вы измышляете». Они сказали, «О повелитель, его отец – многолетний старик, задержи вместо него кого-либо из нас. Мы видим, что ты один из творящих добро». Он сказал, «Упаси нас, Аллах, задержать кого-нибудь вместо того, у которого мы нашли нашу вещь. Поступив так, мы стали бы одними из беззаконников». Отчаявшись, они уединились для совета, и старший из них сказал, «Помните ли вы о том, что отец заставил нас поклясться Аллахом, и что раньше вы неправедно поступили с Юсуфом? Я ни за что не покину этой страны, пока отец не разрешит мне, или пока Аллах не примет свое решение относительно меня. Воистину, он наилучший из судей. Возвращайтесь к отцу и скажите, «Отец наш, твой сын украл. Мы свидетельствуем только о том, что знаем, и не ведаем о сокровенном. Спроси жителей селения, в котором мы были, и караванщиков, с которыми мы вернулись. Воистину, мы говорим правду». Он сказал, «О нет, это ваши души ввели вас в соблазн, и лучше проявить терпение. Возможно, Аллах возвратит мне всех вместе. Воистину, он знающий, мудрый». Он отвернулся от них и сказал, «Как жаль Юсуфа». И его глаза покрылись бельмами от печали, которую он сдерживал. Они сказали, «Клянемся Аллахом, ты не перестанешь поминать Юсуфа, пока не ослабеешь или не умрешь». Он сказал, «Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху, и я узнаю от Аллаха то, чего вы не знаете. О, сыновья мои, ступайте и разыщите Юсуфа и его брата, и не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие». Войдя к нему, они сказали, «О, повелитель, нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с небольшим товаром, отмерь нам меру сполна и окажи нам милость. Воистину Аллах вознаграждает творящих добро». Он сказал, «Поняли ли вы, как вы поступили с Юсуфом и его братом, когда были невежественны?» Они сказали, «Неужели ты Юсуф?» Он сказал, «Я Юсуф, а это мой брат». Аллах облагодетельствовал нас. Воистину, если кто богобоязен и терпелив, то ведь Аллах не теряет вознаграждение творящих добро». Они сказали, «Клянемся Аллахом, Аллах предпочел тебя нам, мы же были грешниками». Он сказал, «Сегодня я не стану укорять вас, да простит вас Аллах, ибо Он милосерднейший из милосердных. Ступайте с моей рубахой и накиньте ее на лицо моего отца, и тогда он прозреет, а потом привезите ко мне всю свою семью». Как только караван покинул Египет, их отец сказал, «Воистину я чувствую запах Юсуфа, если только вы не считаете меня выжившим из ума стариком». Они сказали, «Клянемся Аллахом, ты пребываешь в своем старом заблуждении». Когда же прибыл добрый вестник, накинул рубаху на его лицо, и тот прозрел, он сказал, «Разве я не говорил вам, что мне известно от Аллаха то, чего вы не знаете?» Они сказали, «Отец наш, попроси прощения нашим грехам, воистину мы были грешниками». Он сказал, «Я попрошу моего Господа простить вас, ведь Он прощающий, милосердный». Когда они вошли к Юсуфу, он прижал к себе родителей и сказал, «Входите в Египет без опаски, если этого пожелает Аллах». Он поднял своих родителей на трон, и они пали нец перед ним. Он сказал, «Отец мой, это и есть толкование моего давнего сна. Господь мой сделал его явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из темницы, и привел вас из пустыни после того, как сатана посеял вражду между мною и моими братьями. Воистину мой Господь добр, кому пожелает. Воистину Он знающий, мудрый. Господи, Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. Творец небес и земли, Ты мой покровитель в этом мире и в последней жизни. Упокой меня мусульманинам и присоедини меня к праведникам». Все это часть повествований о сокровенном, которые мы не спосылаем Тебе в откровении. Ты не был с ними, когда они вместе принимали решения и строили козни. Большая часть людей не уверует, даже если Ты страстно будешь желать этого. Ты не просишь у них вознаграждения за это, ведь это только напоминание для миров. Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются? Большая часть их верует в Аллаха, приобщая к Нему сотоварищей. Неужели они не опасаются того, что покрывало наказания Аллаха окутает их, или что час настанет внезапно, когда они об этом и думать не будут? Скажи, Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Причист Аллах, и я не являюсь одним из многобожников. До Тебя мы направляли посланниками только мужей и селений, которым мы внушали откровения. Разве они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, которые жили до них? Воистину, обитель в последней жизни лучше для богобоязненных. Неужели они не разумеют? Когда же посланники приходили в отчаяние и полагали, что их отвергли, к ним приходила наша помощь и спасались те, кого мы хотели спасти? Наши наказания нельзя отвратить от грешных людей. В повествовании о них содержится назидание для обладающих разумом. Это не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него, разъяснение всякой вещи, верное руководство и милость для верующих людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok